Меня зовут Виноградов Юрий, я фиолетовый пояс по бразильскому джи-джитсу и действующий тренер файт-фабрики. Сегодня я покажу вам выход на внутреннюю скрутку пятки из положения сверху. Наше положение открытого гарда, мы находимся сверху. Сейчас наша задача прихватить с одной стороны пятку, и с этой же стороны мы прихватываем колено. Чем отличается этот выход от классической выхода на скрутку пятки? То, что мы начинаем с контроля линии колена всегда. Меня в первую очередь будет интересовать его линия колена. Следующее мое движение, я постараюсь Саше ногу продернуть на свое бедро и при этом запрыгнуть внутрь таким движением. По-прежнему я контролирую линию колена, пока пятка мне неинтересна. Движением внутрь я запрыгиваю. Теперь мне необходимо опуститься. Я не падаю назад, потому что я позволю человеку подняться на себя. Я падаю ровно на левый бок и заправляю стоп внутрь. По-прежнему линию колена я прихватываю и контролирую. Следующее мое действие, я должен закрыть треугольник внутри между ног у Саши. Закрываю треугольник. Вы можете закрывать таким образом его, или если у вас позволяет гибкость, перезакрывать его внутрь. Самый простой это так. По-прежнему я контролирую линию колена. Теперь мне желательно округлить ногу Саши. Она может быть прямая отсюда. Мне не очень удобно будет отсюда делать скрутку пятки. Я стараюсь подъехать тазом внутрь и округлить ее. Рукой, которая держит колено, она идет внутрь под пятку. Своим запястьем я прихватываю под пятку, беру ладонь в ладонь. И начиная скручивающим движением внутрь подавать тазом вперед. Движение не надо доделывать, потому что оно травмоопасно. Вы можете травмировать латеральные связки колена здесь. Поэтому доделывать не надо. Вы просто обозначаете. Выходите и чуть-чуть подаете тазом. В случае, если ваш партнер крестит ноги, когда вы выпрыгиваете на скрутку пятки, если он крестит, вы должны разрывать этот захват. Вы садитесь, и теперь вы будете работать над разрывом. У вас есть несколько вариантов, как разрывать захват. Вы можете отвлечь на скрутку стопы обратной, но это вряд ли получится, потому что эта нога свободна, линия колена неизолирована. Саша может распрямить ногу изо всех сил и защититься. Тогда вы сразу же раскроетесь под скрутку, которую мы разбирали. Или же вы можете попытаться своим же рукой, которую вы будете скручивать пятку, заправить локоть между ног и локтем счищать линию пяток. Точно так же вы заправляете дальше запястье под пятку, падаете на бок и подаете корпус. При этом скручиваете спину. Ваш партнер может попытаться вращаться в ту сторону. Если его линия колена находится здесь между ног, это малоэффективно будет и бесполезно. Куда бы он ни повернулся, в какую сторону он ни начал вращаться, вращайся, я всегда буду за ним. Если он останется здесь, здесь намного травмоопаснее для его коленоположения. Поэтому он сам себя загоняет в невыгодное положение. Движение очень травмоопасное, поэтому на тренировках в целях безопасности не надо его доделывать до конца. На соревнованиях его можно делать только по версии ADC и по MMA. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok